доброго времени суток продолжим нашу публикацию о производстве или изготовлении плесневого сыра рокфор предварительной публикации там можно сказать мы так я на ура просто сделал такую пробу главной задачей было проверить жизнеспособность пенициллина рукой форти и вот из этого образца приобретенного в маркете прошло вот от этой даты прошло сейчас ровно пять дней и уже сегодня можно оценить результаты что у нас из этого всего получилось возьмем более такой крупный план попробуем более внимательно рассмотреть рост самой плесени на этих образцах видим что плесень живая идет ее разрастание по тем образцам сыра на которые мы сделали посев и еще один образец это мы сделали посев на творог я думаю будет довольно таки оригинальный результат если у есть вопрос зачем этот сыр готовить его можно купить но это из области того зачем готовить домашние пельмени если можно купить их магазин каждый понимает что произведенная своими руками намного вкуснее чем ну и не совсем там не только что произведенная своими руками например производство этого сыра ну регламентировано какой-то четкой технологией производства и он имеет всегда какой-то определенный фандартный свой вкус мы вот делаем такие эксперименты то есть эту плесень можно поселять на разные образцы сыра то есть понимаете российский голландский пашахонский и так дальше и в каждом случае это будет разный вкус довольно таки это интересный такой интересный такой полезный материал и такое вот занятие один после пользователь задал очень хороший вопрос на как убедиться действительно ли талия это плесень и можно ли ее употреблять в пищу чтобы потом не было ну каких-то негативных последствий сразу я бы сказал так если у вас есть сомнения то лучше этого вообще не делайте посмотрите видео придите купите сыр магазин если сомнений у вас нет и вы хотите все таки это попробовать понятным образом что нужно употребить большое количество этого продукта сразу можете его попробовать если с вами ничего не случится употребляйте в большем количестве ну и к примеру еще нужно добавить ну вот скажем так откуда вы знаете что приготовленная какая-то картошка или какой-то салат что он там качественный некачественный естественно что органолептическими свойствами вы понимаете каким должен быть на вкус продукт вот если у него есть какие-то погрешности или он невкусный ясно что вы его пищу употреблять не будете то же самое происходит с сыром и вообще относительно плесени если для вас скажем вот этот рост это ничего ни о чем не говорит это просто выглядит как испортившийся какой-то кусок сыра то на самом деле каждая плесень имеет свои определенные свойства и имеет определенный внешний вид имеет скорость роста имеет цвет и по этим параметрам можно четко судить что вот именно здесь растет это не триходерма а это растет голубая плесень потому что видите в вегетативной форме она имеет такой вот белый цвет когда она колонизирует когда она состаривается она делается вот такого голубого оттенка мы когда она становится старой то она более обретает такой темный цвет вот этот очень интересный образец мне уже просто даже интересно его пробовать но потерпим еще немного сейчас вот эти образцы будут отправлены в холодильник и там он будет тихо созревать еще какое-то время чтобы он при комнатной температуре просто напросто не испортился и вот сейчас давайте не будем откладывать это мероприятие длинный ящик а вот мы сейчас сразу чтобы мы не питали наивных надежд давайте мы все-таки проведем органолептическую оценку того что у нас на данный момент сейчас получается вот мы вскрыли один из образцов возьмем вот из этой части там где более всего интенсивно растет вот и проведем органолептическую оценку того что здесь выросло вот возьмем небольшую часть отрежем что-то и попробуем это скушать ну вот скушали и вы знаете довольно таки интересный вариант вообще плесневого сыра с вкусом вот этой плесенью репфор это российский удивительное сочетание вот этой плесени с твердым сыром да я сейчас процессе такой вот дегустации просто скушаю весь образец на этом все закончится да с полной уверенностью на сто процентов можно сказать что вкус этой плесени это действительно голубая плесень голубая плесень сыра репфор то есть наши старый воин мудрый воин то есть предположение было абсолютно безошибочным культура живая Он размножается на этом сыре и имеет абсолютно полноценный, хороший вкус сыра Рокфор Значит, можно сделать вывод, что можем приступить уже к следующему этапу И что мы сейчас будем делать? Мы возьмем вот уже такой полноценную головку творога И будем готовить что-то более такое, ну, в достаточном количестве, чтобы хватило всем Значит, взяли самый свежайший домашний творог, сегодня приготовленный И сейчас мы будем его тоже облагораживать вот этой плесенью Делается все предельно просто Нужно понимать, что вообще в технологии приготовления плесневых сыров Здесь еще добавляются специальные ферменты для ферментации Этого сыра По той классической технологии, как он производится Наносим немножко так Больше Для того, чтобы процесс у нас происходил Быстрее И Чтобы мы могли наблюдать Как это все будет происходить Переворачиваем К пленке Другой стороной И то же самое сделаем Здесь Ну Это было некачественно Это можно Употребить Сделали так называемую Инокуляцию Вот Часть еще у нас осталась Для каких-то Других целей И Производим Упаковку Вот и все Вот такая Простая Технология По изготовлению Сыра Рокфор В домашних условиях Естественно, что Наш образец Будет далеко Отличаться от классических Вариантов Этого Сыра Но Я думаю Он будет ничем не хуже Видно голубоватый оттенок Вот этой плесни Я думаю Он будет Ничем не хуже Чем У других Производителей Мы тут тоже Не кулаком Крестимся Всем Доброго Времени Суток С вами был Макс Салев